Твой профиль ВКонтакте обновился. Здесь можно выразить себя в контенте, в обложке, в обложке от нейросети. Обнови профиль и выражай себя ВКонтакте. Место встречи. Кто такая Аня Ельна? Патриархат делает все, чтобы к феминизму мы относились негативно. А в Европе? Ты женщина, а есть мужчина. Откуда ты берешь эти рассказы, малыш? Платье из прокладок? Это красиво. Мне захотелось поболевать. Ни в чем себе не отказывай, твое решение. Да ёб твою мать, ты красивая молодая девчонка. Зачем ты это делаешь? За что мне извиняться? А следующий шаг будет домашнее насилие. Бля, если ты сдохнешь. Телка-довалка? Это та, которая дает таксисту в Абхазии. Ай. Раз дала, честно дала. Все это сейчас может вообще очень плохо закончиться. В чем ущемление? Просто перестань, остановись, типа, я не хочу в этом участвовать. Сексизм вперед. Всем привет, это шоу, в котором всегда есть выбор, да, да, нет, нет. Меня зовут Наташа Гасанханова. И сегодня у меня в гостях тиктокерша, блогерша, феминистка и муж-ненавистница. И рэперша, это Валья. И рэперша Аня Йенина. Привет, малышка. Рассказываю тебе, что здесь сегодня будет происходить. Я зачитываю своим гостям новости, которые нашла о них в интернете. Среди всех заголовков есть один выдуманный. Задача гостя угадать, какого заголовка никогда не было в сети. В случае промаха гость выполняет наказание. Что за наказание? Ну, я не буду тебе говорить, вдруг ты откажешься от участия в шоу. Будь в тонусе. Я буду в тонусе, но сначала. Я очень супер рада, что приехала. Спасибо, что позвали. Ты лапочка. Спасибо. Би хэппи. Ну что ты за человек? Я только хотела тебя ругать, и там все говорить. Нет, нет, ты ни в чем себе не отказывай. А когда мне дарят тортики, я не могу никого ругать. Источник паблик подслушанных ТикТок. Аня Йенина жива. Один из телеграм-каналов решил пошутить и начал писать, что девушка погибла в аварии. Аня уже опровергла эту информацию. Во-первых, с позитивной новостью начали выпуск. Ты жива, это уже хорошо. Я хотела начать, знаешь, с вводной части. Расскажи мне, кто такая Аня Йенина? Вот на чем ты, не знаю, прославилась? О чем твой контент? Прославилась я на том, что я трактую свое мнение, свои позиции. Плюс ко всему, я довольно-таки долго занималась очень активным активизмом, посвященному феминизму. Собственно, это вот одно из таких главных, на чем база. База держится. База, окей. Смотри, я как раз хотела, во-первых, понять, что такое активный активизм. Но это ты мне потом расскажешь. А во-вторых, хотела понять твою позицию. Потому что, на мой взгляд, иногда ты достаточно противоречишь себе. И поэтому я тебе буду зачитывать какие-то твои высказывания. И мне интересно, что ты думаешь о них сейчас. Окей? Погнали. Смотри, три года назад ты заявляешь, что феминизм в России не нужен. Через год стала, можно сказать, радикально феминистской. Давай, рассказывай. Что это такое произошло? Около трех лет назад кто-то из моей аудитории спросил у меня, как я отношусь к феминизму. И я сказала, что никак. Я считаю, что он не нужен. Я считаю, что права женщин в России уже все есть. Единственное, где нужен феминизм, это страны, где довольно радикальный ислам, где права женщин действительно серьезно подвергаются ущемлению. Что изменилось? Я выросла. Плюс ко всему, у большинства женщин, у большинства девушек в юном возрасте к феминизму очень негативное отношение, потому что патриархат делает все, чтобы к феминизму мы относились негативно, и женщины к этому вообще никак не прикасались. Патриархату это просто выгодно. Я, как и любая девочка, хотела иметь одобрение со стороны мужчин, я хотела внимания мужчин, и мне было невыгодно говорить, что феминизм нужен, потому что мужчины-то негативно относятся к феминизму. Позже я выросла, это, наверное, с разницей буквально в полгода я начала уже как-то так легонечко трогать феминизм, еще через полгодик. Дотронулась до феминизма. Дотронулась. Я дотронулась до феминизма, ребята. Где-то еще через полгода я уже довольно активно начала заниматься активизмом. Что изменилось? Я поняла, что мне не обязательно подстраиваться под мнение мужчин. Мне не обязательно нравиться им, мне не обязательно лизать им жопу, грубо говоря. Так, смотри, следующее. Три года назад ты хейтила женщин, плевалась на них через экран, лила просто какие-то мизогинные высказывания, а потом переключилась на мужиков. Ты даже сказала, что мужички пропустили ступень эволюции. Что изменилось? Есть такое понятие, как внутренняя мизогинея – это неприятное отношение к женщинам, когда ты воспринимаешь их в первую очередь как соперниц. К большинству женщин это навязано. То есть мы соревнуемся в карьере, мы соревнуемся за мужчин, мы соревнуемся в том, кто лучше выглядит. И здесь женщины начинают страдать. Больше комплексов у женщин. Чаще женщины обращаются к пластическим хирургам. Женщины чаще подвергаются необходимости идти в психотерапию, потому что у них больше с психикой проблем. Опять же, из-за этого соревнования. Плюс ко всему, ну, есть такая фраза, как «женский коллектив – это змеиный клубок». Так. Фразы о мужчин – ну, такой нет. И не будет. Потому что мужчины друг с другом соревнуются совершенно по-другому. Они соревнуются не в таких рамках патриархата, а в других. У них нет мизогинеи. Хорошо. Давай, смотри. Зачитываю тебе две цитаты. Первая. Ну, конечно, ты бреешь подмышки просто так, потому что тебе самой не нравятся волосы на своем теле. Конечно, ты делаешь это не ради мужиков. Конечно, ради себя. Дальше. Милые мужчины, я не хочу никого обидеть, но вы нахер никому не нужны. Есть вы, нет вас, нам по барабану. Никто не одевается ради вас, никто не красится ради вас. Внимание, вопрос. Так ради кого женщины что делают? Ради себя или ради мужчин? Эта фраза была направлена не на прямой контекст, а, скорее всего, это был разбор определенных ситуаций, вероятнее всего, которые были связаны с тем, что женщину сексуализировали за ее внешний вид. И это действительно проблема. В каком контексте я могла это говорить? В том, что, ну, если тебя изнасиловали, и ты была в короткой юбке, значит, ты спровоцировала. Ты специально оделась так для этого, чтобы привлечь внимание мужчин. А это не так. Есть такое понятие, как адаптивки. Так. Это как раз про бритье подмышек, ног, про инъекции, про наращивание ресниц и так далее. И большая часть женщин используют адаптивки для мужчин. Это правда. Мы хотим мужского внимания, мужского одобрения, именно поэтому мы этим пользуемся. И это не проблема до тех пор, пока это не наносит женскому сообществу ущерб. А как это может нанести женскому сообществу ущерб? Какой это ущерб может быть? От того, что я брею подмышки? Ну, я кому... Кому я? Какому женскому сообществу сделать что-то плохо? Культура идеально гладкого тела в женском сообществе настолько абсурдна, что когда мы смотрим рекламу бритв, там вблизи показано, как женщина бреет бритвую ногу. Я считаю, что это проблема, потому что это навязывает комплексы, это навязывает стеснение и неудобства. А в чем проблема-то? Ну вот почему это для тебя проблема? Я... Смотри, извини, если это глупые вопросы. Я просто хочу, правда, понять. Вот я смотрю рекламу, да, бритую ногу бреют бритвой. Мне вообще, вот я тебе честно скажу, мне поебать. Я не понимаю, кому это что может принести негатив? В какой момент это для тебя становится в твоей голове какой-то проблемой? Сколько тебе лет? 28. Вот в 28 лет, вероятнее всего, навязать тебе чье-то мнение довольно трудно. У тебя уже свой опыт, свое восприятие. А когда тебе 12, и все вокруг говорят о том, что у тебя не должно быть волос на теле, это проблема. Я начала брить ноги, наверное, лет в 9, потому что... Восколько? Лет в 9, потому что меня загнобили в школе из-за того, что у меня были волосы на теле. И таких случаев очень много. Со славянскими девушками такое происходит реже, потому что у нас немножечко другой тип волос. Но что касается, например, тот же Кавказ, который входит в территорию нашей страны... Ну вот есть Дагестан. Сколько там девочек, которые комплексуют, сколько там девочек, которые гнобят, сколько девочек мне писали, что, Аня, спасибо тебе, что ты начала говорить об этом вопросе, спасибо, что ты показываешь волосы на своем теле. Я перестаю стесняться и могу выйти хотя бы в короткой вот кофточке, показать то, что у меня на руках есть волосы. Хорошо, но ты не считаешь, что вот, не знаю, так вот радикально как-то вот, знаешь, показывать свои подмышки и еще что-то? Наоборот, люди настраиваются против этих волос. Вот я тебе честно могу сказать, я когда увидела волосы у Сюзанны, которая в Мальбеке... Вау, это было вау. Я посмотрела и, ну, прости, если вдруг не так, мне захотелось поболевать. Ну вот реально, я посмотрела и думаю, да еб твою мать, ты красивая молодая девчонка, зачем ты это делаешь? А что насчет... А если бы она просто сказала, слушай, мое дело, мое тело, я бы наоборот ей респекнула и сказала, бля, Сюзанна, красотка. Ну, типа, понимаешь, то есть я против как бы вот такой радикальности, что вот тыкать этими волосатыми подмышками. Да я могу сама их там, знаешь, не побрить, когда мне лень или там не нужно. Я просто не понимаю, зачем такая радикальность, зачем фотографироваться, зачем показывать. Затем, чтобы в итоге не было этого вопроса. Тебя не будет смущать, если мужчина на видео поднимет руки, и у него будут волосы в подмышках. Но тебя будет смущать, если так сделает женщина. Ты сама сейчас об этом сказала. И это проблема. Если мужчина выкладывает фотографию с голым торцем, и здесь на лобке видны волосы, кого это не беспокоит, это его право. Пусть ходит. Но если так сделала Сюзанна, это проблема. Мне хочется проблеваться. Вот в чем дело. Понимаешь, какая история? А только от того, что вы про это говорите, ничего, по сути, не меняется. Только наоборот. Нет, корни-то не права сейчас. Действительно меняется. Во-первых, это называется демонстрация. Нужно демонстрировать, что да, у публичных личностей тоже есть волосы, есть прыщи, есть растяжки и так далее. Это важно демонстрировать. Потому что сейчас в современной индустрии принято показывать идеальное тело, идеальный макияж. И девочки, которые смотрят на эту индустрию у себя дома, начинают загоняться. Я не хочу, чтобы моя аудитория переживала из-за того, что у них на теле есть волосы, или прыщи, или растяжки. Меня это не устраивает. Я хочу, чтобы было по-другому. Мне это не устраивает. Разыгрываем деньги. Пять миллионов денежных призов от Альфа-Банка. Участвуют все. Следуйте за красным котиком на альфабанк.ру. Альфа-Банк. Лучший мобильный банк. Хорошо. Давай дальше. Про феминизм. Твое высказывание. Не понимаю, почему женщины против феминизма. Милая, ты тогда против своих прав. Ты против своего права получать образование и работать. Следующее твое высказывание. Патриархат, матриархат и любые гендерные роли устарели. Патриархат уже давно ушел. Я сейчас хочу понять, за что ты топишь. Если... Ну, смотри, я просто обыватель, да? Миллион раз я не буду извиняться. Потому что я боюсь быть тупой. Смотри, патриархат давно ушел. Права есть. Можешь работать, учиться, достигать каких-то, я не знаю, карьерных высот. Что, чего не хватает. За что ты борешься? Патриархат не ушел до конца. Мы сейчас находимся не в патриархате, а в неопатриархальном обществе. Это патриархат более удобный мужчинам. Но если посмотреть... Ты знаешь, как конфетка в фантике. Вот если посмотрим на фантик, то кажется, что у женщин есть права. И что все хорошо. В действительности неопатриархат хуже, чем патриархат по определенным критериям. Каким? В патриархате у женщины было действительно меньше прав в рамках закона. У нас была проблема с образованием, проблема с работой и проблема с тем, чтобы принимать какие-либо самостоятельные решения. У нас есть еще тупой вопрос. Мы про какое сейчас с тобой время говорим? Мы можем говорить вот время до СССР. В СССР у нас как раз... Именно в СССР мы пришли к неопатриархату. Коммунизм дал женщинам права, а еще дал очень много обязанностей и проблем. Как это было? До коммунизма у женщин было намного меньше прав. С приходом коммунизма женщины стали работать, женщины стали проще получать образование. Однако на женщин навалилась дополнительная ответственность. Теперь тебе не только как в патриархате нужно готовить, стирать и следить за эти деньги. Но и работать. Теперь тебе еще и работать нужно и достигать карьерного роста. А у мужчин больше обязанностей не появилось. То есть они не стали участвовать в воспитании детей, они не стали участвовать в введении быта. Они вот в той же вот, в той же среде. Просто женщина теперь еще больше лошадь, которая везет на себе повозку в виде семьи и брака. Так, хорошо. Но получается, что у нас сейчас есть у женщин полное право делать выбор. Я правильно понимаю? Хочешь – ведешь хозяйство. Хочешь – не ведешь хозяйство. Хочешь – работаешь. Хочешь – не работаешь. С одной стороны, да. Но так, к сожалению, до сих пор не всегда. А как? Бывают такие браки, где муж запрещает жене выходить на работу. Тогда это вопрос выбора этой девушки. Мы правильно сейчас понимаем? Да я бы не сказала, что это вопрос выбора. А как? Ну вот смотри. Давай на примере обычной среднестатистической семьи из города Саратова. Я вот оттуда. Там все супер просто. Вот обычная среднестатистическая славянская, назовем это так, семья. Моя подруга выходит замуж за своего мужа. Он ей говорит, малышка, ты не работаешь, ты обслуживаешь меня, быт, хозяйство. Что она может сделать в 2023 году? Она может сказать, дорогой, пошел ты нахуй и расстаться с ним. Верно говорю? Либо может проанализировать его предложение и согласиться. Тоже верно говорю. Да. Или она может найти себе мужчину с другими взглядами. Ну, как одна из опций. Тогда в чем ее права ущемляют? Это же всегда, как по мне, вопрос разговора, диалога и вопрос выбора. И выбор в 2023 году, мне кажется, возможно, я ошибаюсь, предоставляется. Ты женщина из Саратова. Так. Вышла замуж. И тебе говорят, вот до брака у тебя была карьера и образование. Все у тебя было в жизни хорошо. А во время брака тебе говорят, нашла себе такого патриархального, маскулинного мужчину, который глава семейства. Он тебе говорит, все, сидишь дома. Ты говоришь, нет, у вас диалог. Но, к сожалению, если мужчина настаивает на такой позиции, что он будет контролировать твою жизнь и принимает сам за тебя решение, будешь ли ты работать или нет, вряд ли способен на этот диалог вообще. Хорошо. У вас есть дети. Мы же средняя семья. Средняя семья, все верно. Этих детей нужно кормить, этих детей нужно воспитывать. В таком случае женщине уже тяжелее принимать какие-либо решения о том, чтобы разойтись. Смотри, ты сейчас сама ставишь женщину чуть ниже мужчины. Почему? Потому что женщина может забрать своих детей, подать на развод, разделить имущество, продолжать работать. Вернемся к моей речи. Ты пытаешься поговорить с этим человеком. Человек на диалог не способен. Что делает такой человек? Он применяет физическое насилие. Это самая распространенная ситуация в России. В России очень большая проблема с домашним насилием. Более того, у нас до сих пор нет закона, который регулирует этот вопрос. Более того, если он тебя ударит, это не будет причиной для развода. Если он тебя ударит, его даже не посадят. Если он тебя ударит, его даже не запрут на 15 суток. Он просто заплатит штраф в 5000 рублей. Я вообще сейчас не прикалываюсь. И таких ситуаций в России очень много. Я работала с фондами, я знаю, как много таких женщин. И это меня беспокоит. Смотри, я с тобой касательно этого вопроса согласна. Но здесь мы уже затронули с тобой тему домашнего насилия. Ну так она есть в российских семьях. Мы сейчас начали с тобой с чего? С того, что права женщин ущемляются. Дальше ты опять переходишь в некую радикальную сторону и говоришь, а следующий шаг будет домашнее насилие. Это история общества. Потому что пока наше общество хавает, что мужчины имеют возможность поднять руку на женщину просто потому, что она является его женой, никакого закона не будет. Я с тобой согласна. Эта проблема есть. Эта тема домашнего насилия, это вообще другая тема. Я тебя сейчас вот просто спрашиваю конкретно, какие права ущемляются у женщины? Что ей конкретно запрещают? Запрещают работать? Ушла от мужчины. Не знаю, запрещают носить какую-то короткую одежду или хотят, чтобы там брили ноги? Ушла от этого человека. В чем ущемление? Возвращаемся к работе. Запрещают работать. Женщине тяжелее устроиться на работу. Почему? Потому что есть такое понятие, как... Ну, давай начнем с устроиться. Там не понятие. Там дело в том, что женщины рожают ребенка. В России у нас нет такого понятия, как разделение декрета, как есть в других странах. То есть мужчина не обязан по закону брать на себя часть декрета. В развитых странах эта возможность есть. Это буквально вот обязанность, чтобы вы разделили этот декретный отпуск и оба участвовали в воспитании ребенка. В таком случае ни карьера мужчины, ни карьера женщины глобально страдать не будет. Женщина родила, у нее декрет. Мужчина, вероятнее всего, в большинстве своем, в российской семье, не будет участвовать активно в воспитании ребенка. Он с ним сидеть не будет. Более того, ребенок заболел. Ну, то есть вот, мы устраиваемся на работу. Первое, что спрашивает работодатель, есть ли дети? А сколько им лет? Этот вопрос связан с тем, что работодатель прекрасно понимает, что он будет нести риски. Поскольку женщина будет постоянно брать выходные, больничные на своего ребенка, потому что мужчина этим заниматься не будет. Вот в чем проблема в работе. Вторая проблема в работе, есть такое понятие, как стеклянный потолок. Женщине тяжелее пробиться на высокую должность, нежели мужчинам, потому что женщин в обществе считают инфантильными. Женщин считают более глупыми, более импульсивными, эмоциональными и бла-бла-бла. Хотя если мы физически, фактически посмотрим на организм женщины и мужчины, мужчины более эмоциональны, у них повышенный тестостерон, они более вспыльчивы. Блин, вот смотри, у меня просто в окружении реально столько офигенных, успешных, красивых девчонок, которые достигают больше, чем мои друзья-пацаны. И я как бы вообще не понимаю, я не вижу этой проблемы. Потому что это вакуум твоего окружения. У меня такое же окружение, мы сами выбираем себе таких людей, но это не значит, что весь мир и вся Россия живет именно так. Нет, к сожалению, нет. Так это тогда тоже вопрос выбора? Не всегда, не всегда есть выбор. Но нет у тебя выбора. Как ты можешь стать классной специалисткой, если ты сначала идешь, например, в какой-то математический вуз, и тебя там хуесосит за то, что ты женщина, и вообще-то это не женская сфера деятельности. Потом ты все-таки доучилась, справилась с проблемами, которых не было у мужчин, когда они получали образование в этой среде. Ты доучилась, пришла устраиваться на работу, и тебе говорят, а дети есть? Есть? Это проблема. Нет? Скоро родишь. Ты же инкубатор, ты когда-то должна родить обязательно, уйдешь в декрет. Зачем мне это нужно? Это риски для меня, как для работодателя. Ты все-таки устроилась с горем пополам на эту гребаную работу, где очень много мужчин, потому что ты выбрала вот такую специальность. И тут тебе говорят, что ты не дотягиваешь, ну понимаешь, ну вот ты женщина, а есть мужчина. Откуда ты берешь эти рассказы, малыш? Это не рассказы. Ну вот на какой работе так себя ведут? Что за общество? Я не понимаю. Я Саша Стоун, ты Лисавами. Это дубль два, понимаешь? Саша Стоун. Мы его тоже обсудим, не переживай. Дело в том, что ты сейчас говоришь про медиаиндустрию, и здесь немножко действительно другие правила. Хорошо. Давай на примере моей мамы, которой уже нет в живых, но я отчетливо помню в детстве. Моя мама была главным бухгалтером одного из районов. Все было хорошо. Бабушка руководила там вообще, я не знаю, Домом культуры в Смоленске. И никто никогда ей не подходил и не говорил, Наталья Ильинична, ты хуево руководишь. Конечно. Хотя это было там в 70-х, 80-х, 90-х годах. Конечно, потому что бухгалтерия – это профессия, в которой чаще всего находятся женщины. Хорошо. Директор Дома культуры тоже женщины? Ну, этого уже нет. Смотри, я просто к чему тебе, вот пытаюсь понять тебя. Потому что мне кажется, что у тебя достаточно все вот такое стереотипное. Знаешь, вот в России вот так, в России вот так. Да уже перестраивается все. Да уже как-то 2023 год. Хочет – делает, хочет – не делает. Хочет – бред, хочет – не бред. Ну, как бы, я просто не понимаю, зачем это вот, знаешь, такое понятие причиняет добро. Вот как будто, не знаю, вот может, хочет человек жить в этом патриархальном обществе. Вот что ему это навязывать? Если человек хочет жить в патриархальном обществе, пусть он живет в своей ячейке общества, то есть в своей семье по патриархату, если всех все устраивает. Такие женщины есть, им нравится их положение, несут ли они риски? Да, безусловно, но их все устраивает. Это вопрос выбора. Но есть вопрос культуры, есть вопрос общества. И в обществе не должно быть такого, что женщина имеет трудности в том, чтобы устроиться на работу и сделать себе карьеру. Женщина, выходя замуж, рискует получить по лицу за 5 тысяч рублей. Вот тебе базовые проблемы в России, которые затрагивают феминизм. Хорошо, значит, ты живешь в одной России, а я живу в другой России. Потому что в моем окружении, блядь, у всех женщин есть права. Ну, правда, я тебе говорю. Твое окружение, это вся страна? Я не говорю тебе вся страна. Я тебе говорю, значит, у меня своя какая-то Россия. Я правильно понимаю? Это называется вакуум. Все, хорошо, все, я не буду заводиться, иначе я что-то на малышку агрессирую. Нет-нет-нет-нет, давай к следующей теме. Стасик, вот объясни мне, зачем задавать друзьям миллион вопросов, если можно один раз установить приложение Blink и видеть всех своих друзей на карте в режиме онлайн? Так ты про Zenly? Его же закрыли. Нет, я тебе говорю про Blink. Это новое приложение от команды Zenly. Сейчас покажу тебе, как оно работает. Заходим в приложение. Отмечаемся на карте. Несколько секунд, и ты уже в курсе, где находятся твои друзья прямо сейчас, чем они заняты и с какой скоростью они передвигаются. Дальше закидываешь звуковыми стикерами собеседника, достаешь его, ну и получаешь от этого удовольствие. Если переживаешь, что не кайфанешь, начни с бесплатного стартового пака и открывай новые стикеры каждый день. Ну и самое главное, Стасик, потряси телефон вместе с другом. Про себя сейчас. Когда вы находитесь в радиусе пары метров друг от друга, и все узнают, что вы сейчас вместе. То есть если мы с тобой тряхнемся, все об этом узнают? Если хочешь исчезнуть с радаров, активируй заморозку максимум на 24 часа. Скачивай Blink и оставайся на связи с друзьями. Ну что, ребята, тряхнемся? Источник паблик «Овсянка, сэр». Йенина посвятила трек таксисту, с которым переспала. Я не хотела рассказывать эту историю, потому что думала, что это кринж. А теперь я думаю, какой кринж. Но надо рассказать про это и трек ебануть. Поделилась девушка. Одной из главных лиц феминизма. Не забывайте. Пишет паблик «Овсянка, сэр». Так что там, кринж, не кринж? Рассказывай. Все, я подобрела к тебе с таксистом, мне интересно. Ай, ай, ай. Давай. В общем... Про мужиков истории, блядь, пошли. Поехала в Абхазию, завела там курортный роман. Проблема совершенно не в том, что он был таксистом. Мне сказали, что он миллионер. Ну, он сам так сказал. Ну, все таксисты, у них всегда есть бизнес, создаешь? Да, да. Да, это тоже не проблема, что он обманул. Не так уж это и страшно. Проблема в том, что, когда этот обман выяснился, меня это немножечко не устроило. Плюс ко всему, у нас был довольно посредственный половой акт, который меня тоже категорически не устроил. Я в буквальном смысле... Качество этого акта ты имеешь в виду, да? Ну, да, да. Я в середине процесса накинула халатик, надела это пулечки и почапала в свой номер. Вот знаешь, вот когда такие права женщины щемляют, вот это мне не нравится. А вот сейчас ты дослушаешь. Вот нужно, чтобы все женщины вот оргазмировали. Вот здесь... А вот там будут не только такие права, к сожалению. Я ушла в свой номер. Наутро я узнаю, что вся Абхазия теперь думает, что я жена таксиста. Он застолбил меня среди таксистов, а там как бы, считай, маленькая деревня. Ну, реально, и там слухи расползаются, и на меня все смотрят странно. Я такая, что происходит? А потом до меня доходит, что ну как бы вот так. Я звоню им... А, нет, я перестала брать звонки, перестала отвечать на сообщения. Он обзвонил всех моих подруг. Вот они сидят вот здесь вот за кадром. Написывал им, названивал. В итоге одним прекрасным вечером мы сидим в номере, я поднимаю трубку и говорю, да иди нахуй, ты меня заебал. Это был отвратительный секс. Какого хуя ты вообще всем это все распиздел? Что за грязь? Тебе семь, блядь. Почему ты меня вообще обманул, что ты миллионер? Ты ебаный таксист. Какого хуя? Так. И мне начинают прилетать угрозы, что меня подорвут, что я не попаду обратно домой, что я просто не пересеку границу и что все это закончится вот в той же местности, где и началось. Причем взорвать он меня на серьезных щах. Типа он прям угрожал. Плюс ко всему, когда я все вот это вот говорила, я, когда уже дотолковала свою речь, услышала смешки на фоне, и тут до меня доходит, что... Типа громко это все было. Что я унизила кавказского мужика у Скалобова при его друзьях. И я сижу и такая... Ну хуй с ним, че? Мне похуй. Пешком домой пойдем, кажется. Да-да-да. А подружки мои сидят на горящей жопе и такие... Не-не-не-не, Аня, нам еще домой надо возвращаться. Звони, извиняйся. Я такая, не буду звонить, извиняться. За что мне извиняться? Я никого не обманула. Я ничего плохого человеку не сделала. Таксист? Да мне похуй. Ну типа, это что не люди, это что не профессия, мне абсолютно по барабану, я не воспринимаю это как человека второго сорта. Я начала злиться именно в тот момент, когда мужчина посчитал, что он имеет право мне угрожать, просто потому что у него пиписька между ног. Потому что он сильнее. Ну задел это его, получается. Ну да, да. А меня задел хуевый секс, так бывает. Меня бы тоже задел хуевый секс, понимаешь? Ужасная жуть. В итоге все это закончилось тем, что я звоню, делаю вид, что плачу, извиняюсь. Чувствую себя растоптанной, униженной. То есть для меня это было прям переступить через себя. И я понимаю, что ну-ну-ну, тебе это говно еще вернется, вернется, вернется. Мы пересекаем границу, находимся уже в безопасности, в России. Я выпускаю влог, в котором все рассказываю про хуевый секс, где есть номеровой тачки, его лицо. Его друг, который оказался женатым, а говорил, что он в разводе, и тянет дочь один, а жена у него, сука, конченая. И вообще не принимает никакого участия в воспитании детей. Дальше мне начинаются звонки, уже не с угрозами, а. Удали, пожалуйста, меня ненавидят, я из дома не могу выйти. У меня мужики с лопатами и с вилами стоят возле дома. Меня хотят убить. Я такая, нет, не буду удалять. Он такой, тогда я покончу с собой. Ну, пожалуйста, ни в чем себе не отказывай. Твое решение. В итоге, спустя 10 тысяч таких звонков, мне дозвонилась его сестра старшая. Как обычно, нахуевертил мальчик, решают женщины. Все как обычно, девочки. Тут даже защитить вас, блядь, мужики, не могу. Да-да, да-да. Мне звонит его старшая сестра, объясняет ситуацию, что все это дошло до его матушки, что вся их деревня на ушах, что вся Абхазия в целом на ушах из-за этого ролика. Пиздец, съездили девчонки отдохнуть. Да-да, так получилось. Мне специально. И она попросила меня убрать видео, потому что волнуется мама. Мама мужа довольно пожилого возраста. И как бы, ну, тут я могу пойти на уступок. Я, если честно сказала, удалять ничего не буду. Ответственность должен нести. Но максимум, что могу предложить, замазать лицо на видео и замазать номера тачки. Что, собственно, мы и сделали. Слушай, смотри, я вообще не оправдываю этого мужика. Он там тебе угрожал, он мудак. И как бы, ну, сразу, да? Он еще и преследовал. Кретин, блядь. Просто смотри, тебе не кажется, что вот просто сказать чуваку, что там, типа, я не знаю, блядь, у нас с тобой был хуевый секс. Так я говорила. Не гуманно как-то, нет? Слово гуманно прозвучало первый раз в этом шоу. Гуманно по отношению к кому? К животному, ну, типа. Но он же сначала тебе не угрожал. Подожди. Сначала... Смотри. Сначала он, как бы, у вас случился секс, да? Он хотел что-то там продолжить, да? Он звонил тебе. Он же не агрессировал никак поначалу. Смотри, в чем дело. Во время полового акта я сказала, что, йоу, мне не нравится то, что сейчас происходит. Так. Буквально, ну, не то, чего я хочу. Давай мы как-то сменим деятельность. На что мне сказали, что я не могу, я кунилингус не делаю, я мужчина. У нас так в Абхазии не принято. Я такая, ну, тогда у меня не принято в этом участвовать, потому что для чего мне секс без оргазма? То есть я совершенно спокойно, без наезда сказала, йоу, я не хочу это продолжать. Он пытался меня остановить и не выпускать из номера. А, то есть вот что, что произошло. Да, да, там были сначала... Тогда я просто эту деталь пропустила. Тогда это вообще меняет в корне, ну, всю историю, понимаешь? Потому что для меня это было так, что у тебя херосекс, ты такая, да, пошел нахуй, все, я крутышка, напишу про тебя Рэп. А если у тебя там было какое-то физическое, там, я не знаю, ну, не насилие, понятно, но если он пытался тебя удержать и продолжить, это уже другое. Там было воздействие. Там было давление и воздействие. То есть, ну, понятное дело, меня никто не связывал, не бил, а то кумба я кричала бы на все четыре стороны. Но воздействие физическое было, он действительно сопротивлялся, чтобы я вышла из номера. Он не хотел, чтобы процесс заканчивался, а я не хотела в нем участвовать. И я довольно мягко сказала, что я больше не хочу первые разы. А впоследствии я сказала, это самый посредственный, самый хуёвый секс в моей жизни. Я не хочу его продолжать, просто перестань, остановись. Типом, я не хочу в этом участвовать. И когда я уже ушла, я была совершенно лояльно настроена, даже наутро ему персик в номер принесла. Юмористка. Хорошо, хорошо, смотри. Значит, секс хуёвый произошёл, дальше отомстила чуваку нормально. Ну трек-то зачем выпускать про это? Ещё дальше хотела его разговаривать? Да, 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 конечно. Да, да. Серьёзно? Я очень злопамятная. То есть ты такая жестокая девчонка. Да, 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 я садистка, я никогда это не скрываю. А разве это не плохо? Это плохо, пока ты не проявляешь садизм или насилие к другим людям. А ты не проявила его? Нет. Ну сейчас смотри. Я защищала... Ещё дальше хотела его разговаривать? Да, 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 конечно. Да, да. Серьёзно? Я очень злопамятная. То есть ты такая жестокая девчонка. Да, 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 я садистка. Я защищала себя. Ты себя защитила, ты на ютубчик выложила видос. А дальше зачем? А где границы, что это дальше нельзя? Я считаю, что можно. Я считаю, что человек должен... Можно всё, что угодно, но ты сама сказала, что это садизм, что ты хотела ему дальше сделать. Ну да, 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 меня унизили. Мне не понравилось. Я буду топить тебя до последнего. Будет ещё повод. Я тыкну тебя в это говно ещё раз носом. Я такой человек. Ну вот такая, какая есть. Зафиксировали. Плюс ко всему, я считаю, что трек получился легендарным, интересным, кочёвым. Мне он нравится. Я рада, что мы его выпустили. Его написала Алиночка. Да-да-да. Музи Монтана. Хорошо. Смотри, я хочу тебе вот просто вот доталово, знаешь, доболтать эту тему. Да-да-да. Так, твоя цитата из тиктока. Смотри, я готовилась сильно, как ты понимаешь. Меня задолбали тёлки-довалки, которые ноют, что их никто не уважает. Да-да. Милая моя, а за что тебя уважать? Ты же кроме горлового ничего делать не умеешь. Да-да-да. С тобой не хотят серьёзных отношений, потому что ты не можешь дать мужчине. Ты можешь просто дать ему. А какой категории вообще? Мизогинея называется. Мне было лет 15. Ну вот это проявление мизогинеи. Вот это ненормально. Вот с этим феминизмом борются. Хорошо, сейчас твоё вот такое взрослое, сформировавшееся личности объяснение. Где грань между тёлкой-довалкой и порядочной девчонкой, которая просто кому-то дала в Абхазии? Вообще нет никаких граней. Хочешь спишь, хочешь не спишь, хочешь воргию, хочешь не воргию. Это не моё дело. А кто такая тёлка-довалка? Это просто мизогинное высказывание, которое фактически не имеет ничего общего. Ну я правильно? Извини. Сейчас, возможно, тебе будет неприятно. Но получается, что тёлка-довалка это та, которая даёт таксисту в Абхазии. Да, я себя в 15 бы сейчас очень осуждала. Очень. Я тебя не осуждаю, сразу говорю. Я бы себя в 15. Я за секс. С кем, где угодно, кто вообще. Что делать, что хотите. Не нарушайте закон Российской Федерации. Делайте, что хотите. Животных и детей вообще не трогаем. А дальше ебитесь, как хотите. Но получается, что раз дала, честно дала, и персик принесла, получается, сдавалка. Я бы в 15, да. Я бы себя очень осуждала. А сейчас ты просто... А сейчас мне не 15, 5 лет прошло. Хорошо, но тебе сейчас 20, и ты как это видишь? Просто курортный роман. Просто секс. Всё, всё, вообще не доёбываюсь. Окей, тогда следующая новость. Всё нормально? Я не обижаю. Да, да, да. Прости, если вдруг... Всё хорошо. Я боюсь тебя, пиздец. Вы феминистки, блядь. Я боюсь вас. Я нахуй Саша Стоун, блядь. Я реально боюсь феминисток, блядь. Так, сейчас мы продолжим смотреть выпуск, а пока расскажу вам просто сенсационную новость. Альфа-банк запускает новую игру. Такого розыгрыша ещё не было в истории. Играют все. Там 5 миллионов денежных призов. Переходи на сайт alfabank.ru и там тебя будет ждать красный кот. Выигрывай деньги вместе с ним. Ну а если ты ещё не клиент Альфа-банка, то оформляй бесплатную карту и выигрывай. Источник паблик-мэдс. Аня Йенина выложила видео в свадебном платье из прокладок. Феминизм-момент подписывает паблик-мэдс. Скажи, пожалуйста, ну что за идея у нас такая гениальная была? Всё за перформанс такой. Во-первых, оно не свадебное. Это важно. Так, а какое оно? Просто нарядное. Подвенечное? Простите, сразу извиняюсь сейчас за оскорбление чувств. Платье из прокладок было связано с определённой серией видео. В какой-то момент я открыла для себя такое интересное явление, как менструальная чаша. В общем, это в 10 раз удобнее, чем прокладки. Ну, поверю. В общем, я записывала ролики о том, как использовать эти менструальные чаши. У них не самая понятная инструкция, скажем так. И я записала серию роликов, где я вот прям вот жамкую, показываю. У меня был макет. Вот силиконовая вагина, в которой я, ну, прям конкретно показываю девочкам, как это всё использовать. И большая часть комментариев была связана с тем, что «Йоу, спасибо, ты объяснила, мне стало понятно, я теперь не боюсь, я очень рада, что я перейду с прокладок на что-то вот такое». И девочки, конечно, были очень благодарны, а мальчики писали «Что это такое? Ты зачем это показываешь? Зачем я это посмотрела? Какая жуть! Тебе не стыдно это показывать? Тебе не стыдно об этом говорить?» Спрашивали у меня после того, как я свои небритые подмышки показывала. Вы думаете, мне бывает стыдно? В общем, я решила, что, ну, что надо. Что надо что-нибудь потом такое сделать, какую-то демонстрацию, которая будет связана с тем, что средства личной гигиены – это нормально, это окей. И плюс ко всему я за максимальную демонстрацию средств личной гигиены, потому что до сих пор, к сожалению, есть девочки, которые прячут тампоны от парней, от своих, с которыми живут, прокладки. У меня вот лично есть такие подруги, которые находятся в отношениях с мужчинами, и мужчины такие «фу, месячные, фу, прокладка даже чистая». И первое, что мы сделали с совместным проектом, это вот эта съемка с прокладками. Идея была такова – показать демонстрацию. Лучше всего нормализовать что-либо, что является нормальным через гиперреакцию или через гипердемонстрацию. И платье из прокладок – это красиво. Это было действительно красивое платье, оно мне действительно понравилось. Я бы его носила, если бы оно не разваливалось. Его сделала стилистка своими руками. Я была суперрада. Плюс ко всему это набрало очень хорошие просмотры. И я считаю, цель удалась. Мужчины в очередной раз увидели прокладку и вроде как даже не упали в облак. Просто никто от этого не поменял своих взглядов, нет? Те, кто считал, что нормально об этом говорить, продолжают. Те, кто считал, что ненормально и прячется, и кому неловко, так и считают. Дело в том, что, видишь, мы даже поднимали тему того, что я в 15 лет называла девочек давалками. Мнение меняется. Но чтобы мнение поменялось, нужно увидеть что-то извне. Должны быть какие-то импульсы, которые ты заметишь, и сделаешь какие-то выводы, о чем ты подумаешь. И вот когда ты видишь такое платье с прокладками, если мы до сих пор об этом говорим, и прошло уже больше года точно, значит, люди это запомнили. Ну ты смотри, по логике. Все такие смотрят на твой контент с прокладкой. И такие сидят, типа, о, бля, прокладка. Бодро выглядит, все хорошо. Чего я стеснялась? Бля, на, Васька, пусть у тебя на тумбочке прикроватной лежит. Так это должно? Ну не так, без крайности, но если кому-то хочется на тумбочке, пусть будет на тумбочке. На тумбочке отлично. Но, типа, в какой момент должно мнение поменяться от этого платья, понимаешь? Оно не поменяется только от платья. У меня же очень много контента посвящено тому, что, йоу, хватит шеймить женщин за то, что они протекли, или за то, что у них месячные. Ну то есть не надо относиться к этому брезгливо. Безусловно, если бы я сделала только видео с платьем из прокладок, это было бы странно и довольно бессмысленно. Но это просто часть моего контента. Это просто часть. Плюс ко всему мне очень понравилась эта съемка и это видео тем, что меня как бы попытались задрочить за то, что я тут чашами свечу. А я такая, хавайте, хавайте. Мне просто очень нравится играть так с аудиторией. Окей, я просто тебе объясню. Я за твой такой образовательный контент, если можно так назвать, за то, что ты проводишь такой ликбез, да, объясняешь девочкам, чем как пользоваться. Я считаю, что это правда важно, потому что я, возможно, когда-то стеснялась у кого-то спросить, куда тампон или что-то там вставлять. Моим зрителям, наверное, сейчас очень интересно, что я когда-то этого стеснялась. Но сегодня же очень откровенный выбор. Так вот, но, понимаешь, как по мне, все-таки, вот эти вот все перформансы, ну, меня это просто скорее отталкивает. Я, наоборот, скорее от этого вот это посмотрю, и от этого вот как раз-таки спрячу свои прокладки. Настолько оттолкнуло, что я сижу на этом интервью, и мы это обсуждаем. Я тебе объясню, почему мы это обсуждаем. Потому что это привлекает к тебе внимание. Но к сути, я не думаю, что это меняет мнение, понимаешь? Хайп и лояльность вообще разные вещи. И плюс мы с тобой это обсуждаем не потому, что мы с тобой сели обсудить прокладки, а потому что я интервьюер, ты пришла ко мне на шоу, это инфоповоды, которые есть про тебя, об этом интересно узнать твоей и моей аудитории, и поэтому мы разговариваем. А если мы говорим, ну, типа, про миссию и изменить к этому отношение, лично мое мнение, что никак это вообще не срабатывает, и это, наоборот, только отталкивает. Смотри, если только читать лекции о том, что это нормально, не стесняйтесь, от этого вообще никакого профита не будет. Нужно заходить с разных сторон. Нужно и лекции читать, и чаши показывать, и инструкции давать, и в платье выходить из прокладок. Всеми любыми путями и методами я буду говорить и трактовать свое мнение. Ни в коем случае не имею никакого права ограничивать тебя в твоих действиях, поэтому предлагаю перейти к следующей новости. Источник паблика Овсянка, сэр. Йенина считает, что Валя ломает себе жизнь в отношениях со Стоуном. Аня назвала Сашу арбузером, а Валю инфантильной маленькой девочкой и решила, что их брак распадется, когда Валя родит ребенка. И в чем она не права, задается паблик Овсянка, сэр. Но я сразу задам тебе другой вопрос. А почему... Кстати, нонсенс просто. Я первый раз в жизни как-то вот так вот встаю на сторону Сашки Стоуна и делаю это реально искренне, потому что мой вопрос, возможно, даже чуть-чуть токсичный, некорректный. С какого хуя Аня Йенина взяла, что брак Валя, Карнавал и Саша Стоуна распадется? Именно, когда она родит, потому что это очень понятная схема. Валя сейчас в состоянии я девочка, я маленькая. Я это не осуждаю, просто это определенная ролевая модель. Для начала, ты знакома с Валей и Сашей? Нет, я говорю о том, что происходит в интернете, о том, что есть видео. Опять же, я не могу утверждать о их отношениях в действительности, в реальной жизни, но они что-то транслируют в интернет, а я в интернете говорю. Безусловно, я бы не подошла к Вале в жизни и не сказала расстанетесь. Мне кажется, свалеба прихуела. Хуйня какая-то, ну нет, типа мы все в рамках интернета, интернет это шоу, и это просто тоже часть шоу. Есть такая ролевая модель, маленькая девочка в отношениях, то есть я маленькая, на ручке, вот это вот вся хуйня. Проблема в том, что на такую ролевую модель чаще всего ведутся мальчики, которые не могут быть в отношениях со взрослой женщиной, но они ее не потянут. И я действительно считаю, что Саша Стоун это очень инфантильная личность. Судя по интервью с Авами Лисой, которое я смотрела, это был вообще трэш, жуть. И до тех пор, пока Саша Стоун не скажет публично, бля, я наговорил хуйни, простите меня за это, я не прав. Да он примерно это уже везде говорит. Нет. Он говорил, бля, меня выявили на эмоции, я наговорил херни, да, что-то там где-то, что-то. Меня выявили, ну так получилось, но обстоятельства, схуяли, возьми на себя ответственность. Так, если что, Саша Стоун, я сейчас за тебя заступаюсь, блядь. Если ты опять на это обидишься, то я с ней соглашусь. А что, он обиделся? Обиделся? Ничего не буду говорить. Не буду сплетничать про Сашу Стоун. Хорошо. С чего ты взяла, что он абьюзер? По его высказываниям на интервью, этого достаточно. Ну хорошо, на интервью он проявил себя как сексист, но не абьюзер. Сексист это кто? Давай, сейчас смотри, сейчас опозорюсь. Человек. Не-не-не, могу я ответить, если хочешь. Давай ты. Сексист это человек, который угнетает права женщин. Подожди, но женщина может быть сексистом? По отношению к мужчине? Обратного сексизма не существует, потому что мы в разном положении. Смотри, объясню. Для меня сексизм это разделение по половым признакам людей. А абьюз это, скорее всего, некая жестокость моральная, физическая и так далее. Вот почему Саша Стоун для тебя абьюзер, а не сексист? Где он проявляет жестокость, там, не знаю, по отношению к женщинам, к другим людям и так далее? Если ты проявляешь сексизм, ты моментально ставишь, если мы говорим о мужчине, который проявляет сексизм к женщине, так как это систематическое угнетение именно мужчин над женщинами, ты моментально ставишь себя в позицию выше. Это уже проблема в отношениях, потому что, если ты ставишь себя выше, ее желания будут меньше учитываться. Сразу? Нет, конечно, не сразу. Никто не говорит, что в ближайший месяц случится какой-то кабздец. Нет, такого не будет. Будет, на мой взгляд, так, что Валя родит, почувствует себя взрослой девочкой, больше быть маленькой не получится. Нужно будет брать ответственность за себя и за своего ребенка. но тебе не кажется, что сексизм Сашки Столкна, он реально, знаешь, в чем проявляется? В том, что женщин надо уважать, что женщин надо заботиться. Я как бы понимаю, что, возможно, тебе это не нравится, но это не абьюз. Не-не-не, подожди. Кто сказал то, что надо заботиться? Ну вот даже смотри, я сейчас вот отматываю два года назад в выпуске «Саши Столкну» и «Лесауэми», он же, по сути, ну вот так, если говорить честно, он просто неумело изъяснялся и проталкивал свои, вот такие, знаешь, стереотипы о том, как должна вот жить женщина, что ее надо уважать, что вот зачем ей работать, вот она там будет, я ей буду обеспечивать, ее тра-та-та-та. То есть, по сути-то, он не сказал, что у женщины место, не знаю, на кухне или еще что-то. Он как бы, как мне кажется, он просто же так вот неумело выразил вот свои желания вот показать, что мужчина должен заботиться о женщине, понимаешь? Смотри, история заботиться о женщине вообще не проблематична. У меня у самой молодой человек, который считает, что он несет больше ответственность в наших отношениях. Ему это комфортно, мне тоже так комфортно, все окей. Так ты, получается, с абьюзером живешь? Нет, нет, смотри, в чем разница. Проблема не только в его высказываниях, но вот высказывание, ей не надо работать, я буду ее обеспечивать. Бля, если ты сдохнешь, ей что делать? Вот ты сдох, ты умер, ты вышел на ринг, тебя ударили, парализовала. Что будет? Что делать будет? Хорошо, я просто сейчас, смотри, это был выпуск два года назад, я не вспомню конкретно тебе какие-то моменты, но он говорил, что, чубиха, ты можешь работать для своего удовольствия, но я для тебя буду делать все, буду больше стараться, буду больше зарабатывать и так далее. Так проблема-то не в этой части интервью, а в части интервью, где он коммуницировал со мной лисой, потому что он буквально я мужчина, ты должна молчать сейчас. Это да. Что за хуйня? Здесь согласна. Типа... Хорошо, давай тогда финализировать. В чем заключается абьюз Саши Стоуна по отношению именно к Вале Карнава? Или абьюзер как минимум репродуктивное давление, которое он на нее оказывает. По крайней мере, если мы вот верим тому, что они выкладывают в интернет, где Валя убегает от магазинов с детской одеждой и такая типа, ё, что за хуйня? А Саша такой... Мне кажется, такой репродукцией, такого давления, она так кайфует. Мне кажется, они просто вот Саша, Валя бегают по магазинам, прикалываются, что-то. А Анька еле насидит и прогноз дает. Они дали определенный контент, я дала на него реакцию. Мне действительно странно смотреть на то, как мужчина тыкает в магазин детской одежды, а девочка убегает и он такой, когда родишь? Когда дети? Что за хуйня? Сашка, что он не твой, вот ты и бесишься. Так и есть. Саш. Да. Я? Навеки твоя? Да, не обижайся. Ладно, еще последний вопрос про Сашу и Валю, рубрика Саша и Валя у нас на канале всегда. Что плохого, что Саша сделал предложение руки и сердца в день ее рождения? Ой, я вообще очень не люблю эту историю, плюс ко всему в той же Европе это считается супер хамством, супер моветоном, супер нарушением личных границ, потому что ты, по сути, отнимаешь у девочки ее день. Ну, типа, ты привязываешь к ее дню рождения, который должен быть персонально ее, поэтому это и день рождения. Вот это. Ваш брак. Хорошо, что мы живем в России, а не в Европе. И у нас здесь принято вот так делать, понимаешь? У нас вот, если мы берем среднестатистическую, опять, саратовскую историю, там, блядь, всегда либо на Новый год, либо на день рождения для нее это и подарок, а он и сэкономил. Все довольны. И все заебись. Одна Анька Янина все злится и говорит, а в Европе по-другому. Ну, да, да. Источник паблик Костя Блогерс. Аню Янину обвинили в муже ненавистничестве. Она записала тикток, в котором заявила, что все мужчины одинаковые, а те, кто пишет не все такие, все разные, просто перетягивают внимание к себе любимым. После этого видео тиктокершу захейтили. Нет плохого пола, есть плохие люди, считают подписчики Ани. Также они припомнили Ане, что если кто-то пишет, что все женщины одинаковые, то она негодует. Я сейчас, смотри, не хочу, вот, знаешь, устраивать эти бои мужчин и женщин, я хочу поговорить про тебя и про твое отношение к мужчинам. Смотри, как оно формировалось, мне, скорее всего, даже интересно. Обычно говорят, что формируют отношение девочки к мужчинам отношение с ее папой. Ну, знаешь, такое первое представление о мужском поле и вот так далее. Мне бы хотелось попросить тебя быть откровенной и рассказать про твои отношения с папой. Какие они были? С папой... Ай, плакать, возможно, тут. В общем, папа в моем детстве присутствовал переменно, потому что он не уходил из семьи, он как бы в ней был, но он был врачом, работал сутками, и мы довольно мало коммуницировали. Мы много коммуницировали, примерно до восьми моих лет. Впоследствии восемь лет случилась нехорошая ситуация с мамой, с ее изменой, там было все очень так грязно, и мне запретили об этом рассказывать. Для меня, как для восьмилетней девочки, ну, когда мне говорят не рассказывай, это сразу же, ну, это стенка между родителем ребенком. Прости, я правильно понимаю, что ты узнала, что твоя мама изменила твоим папе? Ой, я не узнала. Ты увидела? Нет, я почти участвовала. Это как? Моя мама нарко- и алкозависимая женщина, все мое детство она провела в измененном состоянии, и вот в очередной раз она пила и позвала к нам домой соседского мужчину. Я просила, ну, маленькая была с истерикой, типа, выгони, выгони, не надо, ну, то есть папы дома нет, какой-то мужик, и даже я в свои 8 лет понимала, что что-то не то, потому что они пьют, как-то обнимаются, и мне все вот это вот очень странно, и в какой-то момент я думаю, что, ну, детская истерика, она чем обычно заканчивается? Тем, что ребенок засыпает, и в какой-то момент я просто вырубилась на кровати родительской и проснулась от того, что, ну, в сантиметрах 4 от меня моя мама ебет наш сосед. Я вскочила, убежала в ванну, дверь выломали, меня избили и запретили рассказывать об этом. И вот с 8 лет с папой коммуникация стала, ну, она не стала невыносимой, то есть я ему в глаза не могла смотреть. Ты не говорила папе? Я рассказала об этом буквально год назад, когда папа мне сказал, что он окончательно принял решение о разводе с мамой. Ну, то есть для меня в тот момент было очень много, ну, как бы, минусов, почему я могу это рассказать. Во-первых, мне дадут пиздюлей. Во-вторых, мама постоянно навязывала мне ответственность за их брак. Она постоянно просила помирить их с папой, если они ругались с отцом. Как правило, это был повод ее алкогольная зависимость, ее состояние. Она всегда обвиняла меня в этом. Она запрещала мне рассказывать папе, когда он был на сутках, в каком она состоянии. То есть он звонил, спрашивал. то есть родители втянули меня в свои отношения маленькую. И 8-летняя девочка считала, что она ответственна за то, что кто-то кому-то изменил, и нужно держать этот секрет в себе. Такая манипуляция. Ну да, да, да. А папа при этом, если я правильно понимаю, не пил? Папа выпивал. У папы тоже такие сомнительные отношения с алкоголем, но, знаешь, если мама это 100%, папа это, наверное, процентов 40. То есть он работал, и это его, грубо говоря, держало? Мама тоже работала. А кем мама работала? Мама работала заведующей отделением и в больнице. О. Заведующей канцелярией. И, получается, в таком состоянии она ходила на работу? Она ходила подвыпившая. Ну, то есть с будунами. А дома уже разгонялась дальше? Да. Ну, выходные ее вообще не было. То есть с пятницы по воскресеньям мамы, ну, она дома, но ее не существует для меня. А в будние дни это было такое не слишком пьяное состояние, то есть не в стельку, что она ссалась под себя, как это в выходные происходило, а просто, ну, пьяная. То есть на утро она шла всегда с похмельем на работу. Смотри, мама проявляла к тебе жестокость. Мы чуть позже это тоже обсудим, если ты разрешишь. Да, да. Но мне сейчас хочется понять, а что папа, что он делал в эти моменты, как он реагировал? Я понимаю, ты говоришь, он работал там на сутках, но, наверное, же были моменты или он замечал на тебе там, не знаю, какие-то синяки, ссадины. То есть он же не мог не видеть и не замечать происходящих ваших с мамой взаимоотношений. Папа все видел. Папа видел, как меня били. Папа видел меня с синяками. Папа сам поднимал руку. Он просто делал вид, что он не замечает. Ну, то есть, грубо говоря, мы жили в однушке. Я могла летать по всей квартире, потому что меня пиздят. А он просто сидел и смотрел телевизор. Ты не обсудила это? Не-не-не, мы обсудили. Мы обсудили. Когда я стала постарше, у папы был еще прикол, он меня молчанием наказывал. Мы по два, по три месяца не разговаривали, потому что вот ему так хотелось. Он считал, что это правильно. Когда я выросла, я очень хотела сохранить отношения и с матерью, и с отцом до психотерапии. А войдя в психотерапию, я поняла, что с мамой я отношения сохранить не могу, а с папой могу, потому что и с тем, и с тем я поговорила. Папа признал свои ошибки, он очень сильно раскаялся, он плакал, извинялся, просил прощения у меня. Для него это тогда тоже все по-другому выглядело ему. Это ему навязывала его матушка, что не бросай семью, не разводись. То есть для него это... Хотя казалось бы, да, можно же было просто это сделать. Папа занимал такую жертвенную позицию, мама там на него с кулаками постоянно лезла. То есть, ну... это был его выбор. Ну, а когда вы с ним вот уже проговорили эти все моменты, ты... Ну, прости, это очень такие личные вопросы. Все в порядке. Ты проговорила с ним моменты, типа, блядь, за что ты меня бил? Почему? Ну, то есть, как бы, как сейчас он это объясняет? Он не мог... Ну, он объясняет так, что он не мог найти ко мне никакого другого подхода. Типа отчаяния, бессилия такое? потому что он... Я такой человек, что, видишь, у меня есть свое мнение, и я с ним иду. Я в детстве была абсолютно такая же с очень-очень маленького возраста. И... бить не помогало, молчать не помогало, ничего не помогало. Хотя я не могу сказать, что я была каким-то откровенным ужасным ребенком, типа, ничего особенного. Я правильно понимаю, ты сейчас в терапии, да? Я была 3 года в когнитивно-попереденческой, пропила антидепрессанты, сейчас уже не в терапии, у меня все хорошо. Ну, когда ты была вот в терапии, как... Мне кажется, вы наверняка все это прорабатывали с твоим психотерапевтом. Какое вообще представление о мужчине у тебя вот сформировалось из-за такого вот детства? О мужчине? Да не могу тебе сказать, что именно детство сформировало мое отношение, потому что я, так как дома не получала никакую любовь, я искала любовь, ну, в своем обществе, в детском окружении. Я лишилась детственности в 14 с мальчиком, это было изнасилование, поэтому у меня с представлением к мужчинам, ну, было вообще все не очень хорошо. Можем это обсудить? Да, да, да. Если нет, то... Не-не, все в порядке. Я в 14 или в 13 лет начала встречаться с мальчиком, он был кавказец, поднимал руку, запрещал всякое, у нас были драки. Он был старше, да, наверное? Нет, мы были ровесники. Где-то через год отношений я узнала о том, что он учетный. Это как понять? На учете в милиции? Проблема с башком. Что у него диагноз, что ему нужно пить препараты определенные, но он этого не делает, потому что, цитата, я чувствую себя как овощ с ними. Он стал более агрессивным, более импульсивным, и вот на этот период попался пить. Первый половой опыт. Ну, то есть я просила остановиться, никто не останавливался. В дальнейшем как отношения ваши закончились? После вот этого опыта? Нет. А как? Было еще очень много драк. Ой-ой. И в какой-то момент он мне сказал, что он не изменил, а потом сказал, что пошутил. Вот. А я такая, ну, и недели... Ничего не было. Нахуй. С такими шутками. Я заебалась. Это сколько тебе лет? Это мне было, наверное, лет 15. Ну, то есть это вот мы начали в 13, в 14, и вот где-то до 15 это продолжалось. Мне просто, знаешь, хочется обратиться реально к молодым девчонкам, потому что в 14 лет, возможно, реально кажется, что, ну, произошло и произошло, с ним можно продолжить отношения, а мне кажется, что, ну, важно говорить о том, что это не так. Если происходит такое, нужно обращаться, там, не знаю, к родителям. Я тебе сейчас мем расскажу, подожди. Прости, что... Мама хотела повезти меня к гинекологу, потому что у меня болел живот внизу. Ну, знаешь, вот эти пубертатные боли у девочек бывают. И она села вот так вот на стол и такая, честно мне скажи, ты девственница, я поведу тебя к своему гинекологу, не позорься. Я такая, нет. Она такая, с ним? Я такая, да. И в этот момент я говорю маме, но я не хотела. И я об этом знала и папа, и мама, но в итоге родители просто назвали меня малолетней шлюхой, сказали, что... Хорошо, что не в Подоле принесла. Дома был, ну, такой скандал, наверное, дня в два. Типа с истериками, с оскорблениями, с побоями. Ну, то есть, подожди, ты говоришь маме, что, типа, я не хотела это там изнасилование. И она в этот момент поднимает на тебя руку и говорит, что ты шлюха малолетняя? Прямо не в этот момент. Шлюха прилетела сразу, рука не сразу. То есть там никогда не было такого, чтобы меня били сразу. Там был процесс вхождения в эмоцию. Как ты нашла вообще в себе силы, чтобы развиваться, не знаю, чтобы просто дальше продолжать жить при всем при том, что у тебя вот такой вот бэк? Был момент, когда я сидела в ванной с таблетками в руках и думала, что, ну, типа, все. Там мем, папа постучался, у меня затряслась рука, и я все выронила. Ну, типа, я такая, ну, не судьба, значит. Ну, ем. Не могу сказать, что в таком возрасте, там, вот, как раз с 12 по 14 у меня были какие-то супермысли о своем будущем, но я как-то грела себя понятием о том, что это закончится, и я скоро съеду. До определенного возраста я грела себя этой мыслью, потом, как бы то банально не звучало, у меня просто переключилась на это психика, я очень любила скриптонита, и в какой-то момент посмотрела его интервью, где он рассказывает о том, как его пиздили родители в Павлодаре. Я такая, если он смог, ну, у меня же, это кумир, кумир в детстве был, и я такая, и я смогу. Поэтому я до сих пор вот эту фразу, типа, если я смогла, и вы сможете, я до сих пор ее очень люблю говорить в интернете, чтобы дети, которые находятся в таких же обстоятельствах, как бы, держались за эту хуйню, чтобы это была такая лодочка в этом океане. И в 16 я закончила себе говорить, что это закончится, и я перееду, и я начала делать что-то, чтобы переезжать. Ну, если конкретнее, сначала я начала делать рекламные подачи, писать, ТЗ писать, каким-то таким крупным, не крупным, а маленьким блогом, маленьким магазинчиком, потом я начала снимать. Ну, как копирайтер, грубо говоря. Да, да, потом я начала снимать видео сама, и там уже понеслось. Окей, смотри, у меня следующая новость, это о том, что ты призналась, что ты занималась селф-хармом, я не буду ее зачитывать. Давай, если можем, поговорим про это, про твою маму. Новость, в принципе, ты уже всю рассказала, что там мама проявляла жестокость, и все такое. хочется чуть-чуть про маму. Ты рассказывала эпизод, от которого у меня просто стали волосы дымом, что мама, ну, как бы улыбалась, когда тебя било, ты кричала, что ты, ты кричала, помогите, вы, по-моему, в отеле, если я не ошибаюсь, и при этом никто не так. Мы можем ту историю восстановить? Если тебе... Не, не, все окей, все окей. За что? Как эта история произошла? За что тебя, за что тебе прилетело? Никогда не было за что. Это происходило, знаешь, из разряда... Не так стоишь, не так дышишь. Хулибанка стоит. Дальше эта банка летит в тебя, и дальше начинается прям драка. Ну, то есть не драка, в моем случае это было избиение. Но если бы я на тебя налетела, была бы пиздиловка. Я бы проиграла. В общем, повода буквально не было. Никогда. То есть поводом служило ее внутреннее напряжение, которое она хотела сбросить. И самое простое, что она вот видела в качестве сброса, это на меня. Это был вечер в отеле в Анапе вроде бы, или не в Анапе, на каком-то русском курорте. Мама сильно выпившая, прям пьяная. И в какой-то момент начинается какая-то вот эта вот, какой-то движ в номере. Базовая, скажем так. Да, база. И она держала меня за руки, ногтями. Ну, типа, у меня, типа, блин, смотри, видишь, вот это все, это, короче, я не пиздилась. Это мамины ногти. Она держала меня ногтями за руки, не давала мне двигаться. И это было в момент, когда я начала оказывать сопротивление ее деяниям. И я поднимаю глаза и вижу, что она улыбается. Причем, знаешь, это была такая улыбка, ну вот, маньяческая. Вот это вот жуть, когда ты смотришь на человека. И у меня действительно, тогда мне было 14 лет, я тогда стояла и такая, по-моему, все это сейчас может вообще очень плохо закончиться. То есть в тот вечер я действительно думала, что это избиение может быть последним. Потому что я кричала так, я буквально орала, я сорвала себе тогда голос со своим «помогите». У меня было разодрано все лицо, у меня шрамы есть на щеках от ее ногтях вот именно за тот вечер. Никто не пришел в номер, никто даже не постучал, хотя я уверена, что слышал весь этаж. В какой-то момент все это закончилось тем, что она ударила меня головой об ножку кровати. То есть она била меня ногами, я уже лежала, и мне прилетело в голову и просто отрубилась. И что уже было на утро, я даже не вспомню. Как обычно, она делала вид, что ничего не случилось. На следующий вечер нам нужно было садиться на поезд. Мы ехали обратно с ее подругой, и вот я сажусь в поезд, напротив меня сидит взрослая женщина, видит, что я вся в крови, то есть у меня руки изодранные, лицо изудранное, у меня синяки вот здесь, вот здесь вингал, то есть я вся, вся побитая. И она такая, а что случилось? Мама смотрит на меня взглядом, который дает мне понять, что... Заткнись. Ну да, и я такая, я упала. Я не поверю, что взрослая женщина не смогла отличить побои от упасть. Ну, бля, как можно упасть? У меня буквально следы от ногтей. И вот это, конечно, жесть, что взрослые люди, мамина, папина окружение часто видели меня синяками, и буквально ничего. Ну, то есть никакой помощи. У меня, наверное, последний вопрос касательно мамы именно на эту тему. Можно ли, вот, знаешь, полностью проработать все эти детские травмы, или все-таки, даже как бы ты ни была на терапии, эти травмы все равно будут давать о себе знать спустя время. Ты имеешь в виду травмы, чтобы помириться с родителями, или травмы, чтобы жить, наверное? травмы, чтобы жить дальше, просто жить. До конца никакую травму ты не уберешь. Более того, ты никак травмы... Психотерапия ничего не чинит, она ничего не лечит, абсолютно. Это невозможно излечить. Психотерапия просто учит с этим жить. Все. Какая красивая новость. Источник. Павлик подслушен в ТикТок. Официально Аня Йенина состоит в романтических отношениях с каким-то парнем. Девушка сообщила об этом в своих социальных сетях, добавив, что ее сердце наконец-то вновь полыхает. Давай, прежде чем как его обсудим, в прошлом году ты вроде замуж собиралась выходить? Я как год уже в разводе. А, реально? Да, я вышла замуж и развелась спустя, наверное, месяцев 7. Воу. А что там произошло, если так вот... Не-не, нормально. Я рано вышла замуж, потому что мне очень сильно хотелось семью. Ну, мне самой не было семьи. Мне хотелось это компенсировать. Тогда, понятное дело, я это вот так не осознавала. Я вышла замуж, мне стало что-то очень плохо в этом браке, я пошла как раз-таки в тот период в терапию, потом начались проблемы в браке, потому что у меня появились личные границы, а его это не устраивало. Естественно. Я попыталась спасти отношения и повести его так же в терапию, на семейную. У меня была классная психотерапевтка, которая вела как личные, так и семейные консультации. В итоге он отказался, и мы нужно рассказывать подробности. Как тебе комфортно? Мне комфортно. Я никого не заставляю. Короче, у нас с ним была договоренность, что он при мне не пьет и ничего не употребляет. Единственное, что я просила, это без порошков, если ты что-то куришь, если ты что-то пьешь, просто не при мне. Типа, не при мне исключительно потому, что конкретно этого человека бычет. То есть, бывают люди, которые пьют, и они просто веселые, просто расслабленные, а бывают те, кого, кто агрессирует. Вот он из таких. Поэтому у нас была договоренность, что если он выпивает, он ночует не дома, не в квартире, которую я, блядь, снимаю и оплачиваю, потому что я чувствую себя некомфортно, небезопасно, и я не готова этим жертвовать ради твоих тусовок. Договоренность была, все окей. Тут мы летим в Сочи. Первый день я прихожу в номер, он такой, хочу погулять по набережной. Я такая, ну, я не пойду, я заебалась, я останусь спать. Он такой, я минут на сорок, ты тогда не ложись. Я такая, ну, окей. Проходит три часа, три с половиной даже где-то. Его нет, он не отвечает ни на звонки, не отвечает на сообщения, я не знаю, где он. И проблема моих переживаний была связана с тем, что, очень стыдно сейчас это говорить, мой бывший муж был нацистом. Он очень не любил лиц кавказской национальности, неоднократно упрекал меня в том, что мой первый половой опыт, что у меня в целом, ну, у меня есть в окружении такие люди, и как бы я не вижу в этом никакой проблемы. И тут я понимаю, что его нет три часа, мы в городе Сочи, он был на набережной. Да, да, и я такая, вот если этот долбоеб что-то на хуй вертел, и сейчас его где-нибудь избили, и по делам ему, конечно, но как бы это проблема вот в этих обстоятельствах. Поэтому я нервничаю, волнуюсь, не сплю, через часа три с половиной он врывается в номер, суперпьяный, и начинает ко мне приставать, ну, сексуально. Я его отталкиваю, первое нет, он не слышит, мне пришлось прям в буквальном смысле скидывать с себя человека. Это уже была глубокая ночь, на улице лень, и вот я сижу как ебнутая, тупая какая-то девка, трогаю камушки на земле с панической атакой под дождем, и такая бля-бля-бля-бля-бля-бля, я не умираю, я не умираю, я точно жива сейчас, заземляемся, пальчик раз, пальчик два, пальчик три. Ну, типа, кринж. А наутро я попросила его пройтись погулять, сказала, что мне нужно побыть одной, собрала быстренько вещи. И уехала. Переселилась в другой отель, уже в другом отеле с вещами, через несколько часов я там созвонилась с подружкой, сказала, ебля, я хочу разводиться, это какой-то ебаный пиздец, курила пачку сигарет, прорыдалась, купила себе билет в Москву, прилетела в Москву, мне сказали, что я испортила ему отдых, к слову, отдых оплачивала я. А он тебе жизнь. Я испортила, блядь, отдых человеку, который оплатила я, ну, типа, у него было оплаченное проживание и билеты обратно. Нормально. Слушай, королеву чего? Оплатила, испортила. Мем в том, что, блядь, ничего я не испортила. Он даже в казино на следующий день поехал. Все его устраивало, короче, в этой ситуации абсолютно ноль претензий. Он приехал в Москву, я сказала, что я приняла решение о разводе, были попытки уговорить, да давай помиримся, давай изменится все. Я ему честно сказала, что я могу дать тебе попробовать какой-то шанс, но, понимаешь, чувство безопасности и доверия я к тебе уже не верну, потому что ты знал, почему мне так не нравится твое такое состояние. Меня это три гелиды в детстве. Я тебе это объясняла. То есть проблема не в том, что ты пьешь, а в том, что ты пьешь при мне и то, как ты себя ведешь. Он такой, нет, давай, давай, давай. В общем, через две недели ночью я вскакиваю, говорю, что я хочу развестись, меня все заебало. Первое, что он сказал, это я уже привык к такому образу жизни. И вот в тот момент я охуела. Дальше было драматичное собирание вещей, скидывание шмоток с шкафов, хлопание дверьми и, бля, мем, типа, прям мем. Он уходит, хлопает дверью и так соседи в ахуе, типа, на дворе часа, наверное, три ночи. Проходит минута, он возвращается обратно, пидарас ебаный в обуви, блядь, идет по квартире, снимает свое ебучее колечко и вот с таким вот звоном а поддоконник его кидает. Я думаю, ну не ебан ли ты, блядь, хули ты даже не разулся, пидар. В общем, в итоге мы развелись. Так, а сейчас? Сейчас. Его все уже там забыли, пошел на внуку, похоронили этого нациста. Господи, помоги. Сейчас что? Что пишут, что ты там в отношениях? Ты сегодня уже так проговаривалась несколько раз, я внимательно что-то слушаю. Твой соотечественник. Саратова? Блядь, нет, ты же дагестанка. Я думаю, ну, слушай, я просто иногда забываю, что я дагестанка, ну, так, знаешь, когда надо, я дагестанка, когда надо, я русская. Убираем. Так, и что у вас? Рассказывай, какая стадия, что, живете вместе? Нет. Мы знакомы 4 года, он был свидетелем на моей свадьбе. Парам-парапам! Я вам больше скажу, он на этой свадьбе ебался в туалете, типа. Не с тобой, Надеюсь. Не-не-не-не-не, не со мной, со своей девушкой. В итоге, когда мы уже развелись, прошло более года, я была не в отношениях, и вот сердце йогнуло в эту горячую кавказскую кровь. Ну, что могу сказать? Совет да любовь. Спасибо. Хочу быть свидетельницей на вашей свадьбе. Дальше в параллель выстроишь сама. Ай, ай. Ладно, что, правда, все новости обсудили. Давай теперь выберем, какая новость была фейковая. Ну, то есть, какую новость я сама прочитала. Я могу напомнить тебе заголовки. Да, давай. Официально Аня Йенина состоит в романтических отношениях с каким-то парнем. Йенина считает, что Валя ломает себе жизнь в отношениях с Сашей Стоуном. Так, господи, вот эти вот феминистские карточки. Аня Йенина призналась, что в подростковом возрасте страдала селф-хармом. Аню Йенину обвинили в мужа ненавистничестве. Аня Йенина выложила видео в свадебном платье из прокладок. Аня Йенина посвятила трек таксисту, с которым переспала. И, по-моему, там был Аня Йенина жива. Да. Выбирай. Я вот думаю либо селф-харм, либо про отношения, потому что я не видела таких постов. Я думаю, что фейковая новость про отношения. Ты проиграла. Всегда радуюсь, когда гости проигрывают. Задание, смотри. Задание такое. Ты... Да ладно, прочитай сама. Только вслух, пожалуйста. Выложи сторис с текстом. А почему раньше Фемкой была? Потому что меня таксисты не удовлетворяли. А сейчас берёй подмышки ради любименького и приложение Uber удалила от греха подальше. Мы твари. Ты знала, куда ты идёшь? Вы уёбки, блядь. Типа, вы прям уёбки. Мы мрази максимальные. Но ты проиграла? Но у меня нет выбора. Нет, выбор есть всегда, но здесь нет. Здесь мы ограничиваем прям твои... А я должна это прям сейчас сделать? Ну не завтра же, малыш. Конечно, сейчас под камерами. Ёбаный в рот. Ебейший рот просто. Ой, нравится мне себе торт ещё принесла. Глупышка какая. Там яд. Пацаны, угощайтесь. Один хуй, нам не нужны мужики. Фемки! Фем... А, с текстом? Ну ты можешь наговорить, можешь просто написать. Я раньше... Почему Фемка была? Потому что меня таксисты не удовлетворяли. А сейчас брию подмышки ради любименького и приложение Упер удалила от греха подальше. Ну чтобы не подставлять себя. А условия не были. Не были оговорили. Ладно, ладно, ладно. Не буду ограничивать. Я просто проиграла, сорян. Сука. Всё, вот всё. Я выложила, всё. Ну всё, молодец. Сейчас один паштетик где-то сидит и обновляет твой инстаграм. Да, её поднимаю. На самом деле, спасибо тебе большое, что ты пришла ко мне. Спасибо, что ты пришла. И поругались, и поспорили, и подкровенничали. Ну вы вот такой. Классная ты девчонка. И хочется пожелать тебе, знаешь, чтобы в дальнейших твоих отношениях вообще в жизни у тебя всё было так, как ты об этом мечтаешь. Спасибо большое. Спасибо очень большое. Ты котик. Ты тоже котик. А вы спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь. Красные кнопки, зелёные кнопки. Какие вообще хотите, кнопки ставьте, подписывайтесь и пишите в комментариях, знаете что? Сексизм вперёд. Ни в чём себе не отказывать.